Начинаем. Веминар рекламы в СМИ. Надеюсь, что все хорошо со звуком и с видео. Технические проблемы тоже завершены, поэтому вперед. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Будем говорить о нескольких аспектах, которые касаются рекламной деятельности в СМИ. Во-первых, что нельзя рекламировать, почему и как быть с пограничными ситуациями, потому что, насколько часто я общаюсь в редакциях СМИ с рекламными менеджерами и с руководителями рекламных отделов, всегда у рекламодателей есть соблазн, несмотря на то, что реклама запрещена, какие-то виды, формы и так далее, все равно ее прорекламировать. И всегда СМИ и рекламные отделы, рекламные менеджеры спрашивают, что делать с тем или с другим рекламным предложением. С одной стороны, и от денег отказываться не хотелось бы, не так много рекламных доходов у казахстанских СМИ, особенно в регионах, но и нарушать законодательство тоже не имеет смысл, потому что последствия могут быть серьезные. Поэтому вот о пограничных ситуациях поговорим тоже. Я просто из своего опыта вам расскажу, какие сейчас есть пограничные ситуации, с какими предложениями приходят рекламодатели, и обсудим с вами, что можно предпринять СМИ в таких случаях. Второй вопрос – это ограничение особой требования к рекламе определенных товаров и услуг. Их достаточно много, и часть из них – это зона ответственности рекламодателя, но другая часть – это зона ответственности самих редакций СМИ, поэтому это тоже нужно знать и хотя бы владеть информацией об этом. «Поправки в рекламное законодательство». Расскажу о… один законопроект находится сейчас в парламенте, вот буквально недавно его Сенат вернул в Можилис, и это «Поправки в изменения по вопросам рекламной деятельности». Расскажу, что там уже есть, и в ближайшее время, как только этот законопроект будет принят, что может измениться в рекламе в СМИ. И вопросы и ответы. Спасибо за вопросы, все вопросы сохранены, буду признательна вам за новые вопросы. Поэтому вот примерно такой спектр тем, которые мы обсудим сегодня. Если вдруг что-то я не рассказала, не учла, можете писать в вопросах, в чате, но в чате может быть просто какую-то тему, которую хотелось бы, возможно, я что-то забыла. И переходим к темам, которые полностью запрещены в качестве рекламы. Я их собрала все, они в разных законах, не только в законе о рекламе, к сожалению. Поэтому вот здесь, на этом слайде, все запрещенные виды и услуги, товары, полностью, которые запрещены не только в рекламе в СМИ, но и в других рекламных носителях. Естественно, первое, о чем мы всегда говорим, и силовый спирт, алкогольную продукцию, табак, табачная продукция запрещена полностью. Здесь же касаются запреты еще двух видов рекламы. Во-первых, товарные знаки и фирменные номинования, под которыми выпускаются вот эти вот запрещенные виды продукции. И запрещена реклама мероприятий по стимулированию спроса и интереса вот к этим запрещенным продукциям. Здесь никаких нет изменений. К сожалению, большому нашему сожалению, в прошлом году поправки в закон о СМИ или о рекламе по разрешению рекламы слабоалкогольных напитков, шампанских вин, безалкогольного, слабоалкогольных напитков не были поддержаны. И они, к сожалению, так и остались в виде проекта. Поэтому здесь никаких позитивных новостей нет. Более того, чуть позже я расскажу о том, что еще планируется запретить в отношении вот этих запрещенных вещей. Табака, табачные продукции, этилового спирта и алкогольной продукции. Хотя, казалось бы, уже запрещать дальше некуда. Уже запрещено в СМИ все, что может быть запрещено. Заменители грудного молока. Тут все ясно. Деятельность финансовой инвестиционной пирамиды. Тут вроде бы как тоже все понятно, но это вот как раз один из пограничных случаев, о которых я говорила. Как СМИ может определить эта финансовая пирамида, инвестиционная, если кто-то из рекламодателей обращается к ним с просьбой разместить рекламу. Но в законе указано, что речь идет о, если реклама предполагает сбор средств от населения и предоставление каких-то услуг и вовлечение других граждан в деятельность вот этой финансовой инвестиционной пирамиды, тогда это можно классифицировать как запрещенный вид рекламы. Один из примеров и то, что сейчас мы наблюдаем в нескольких регионах. Я не могу сказать, что это типичная ситуация по всему Казахстану, но уже несколько редакций СМИ обращались по этому поводу. Речь идет о потребительских кооперативах, которые, собственно, это финансовая пирамида, которая маскируется под потребительский кооператив. И вроде бы это некоммерческая организация, реклама некоммерческих организаций, потребительских кооперативов не запрещена, но они собирают деньги от населения и участники этого кооператива получают квартиры на каких-то условиях, при каких-то обстоятельствах. Поэтому это вот как раз и сбор средств и вовлечение граждан в осуществлении вот этой финансовой деятельности, которая приведи пятерых человек, они вложат деньги, ты продвигаешься по очереди, все ближе и ближе к получению квартиры и так далее. Здесь все очень погранично, все очень сомнительно и несмотря, вот еще раз, несмотря на то, что жилищный кооператив, нет, еще раз объясняю, жилищный кооператив, потребительский кооператив рекламировать можно, в этом нет никаких запретов, но по виду деятельности, которая предлагается в рекламе, можно установить, что речь идет о вовлечении граждан в построение вот этой финансовой пирамиды вполне закономерными последствиями. Пока все нормально в течение года, предположим, эта финансовая пирамида растет, растет, перерастает и так далее. Но как только происходит сбой системы, начинаются обращения граждан в правоохранительные органы. Безусловно, такого быть может не случиться, не вопрос, но если это происходит, начинается следствие по заявлениям от граждан, которые потеряли свои деньги из-за этого мошенничества, и начинается разбирательство. Будут ли вовлечены редакции СМИ за размещение рекламы или не будут вовлечены, я не знаю. Но, как правило, конечно, при расследовании этих финансовых пирамид и так далее, СМИ не привлекаются как канал распространения информации, но вы должны хорошо понимать, что эта деятельность запрещена. Если вы вдруг не можете ее классифицировать как пирамиду, но хорошо, да, возможно, пока это все можно рекламировать. Но, если явно рекламодатель настаивает на том, что вот и его реклама говорит о том, что кто-то может приобрести квартиру за какой-то очень скромный вклад, например, там, денежный, совсем несовместимый с квартирой, то вы можете, наверное, догадаться, что речь идет о мошенничестве. Тут, безусловно, мы не можем запрещать вам принимать рекламу, давать какую-то натипную рекламу, выпускать это в программах новостей и так далее. Ваша рекламная политика, это ваше дело, ваше право. Сейчас я говорю просто о том, что запрещено. И в некоторых регионах, в частности, в Алма-Ате, такие потребительские кооперативы очень распространены, они дают рекламу, в СМИ в том числе, поэтому здесь надо быть очень осторожными и надо смотреть рекламный макет, соотносить свои риски и так далее. По жилью, которое, вот, жилье, жилых зданий, реклама запрещена, если оно не соответствует проектной документации и государственным правилам, нормативам и правилам по строительству жилья. Что это означает? Это не норма, которая вот прям прописана в законе. Если помните, речь шла о проблемах, связанных с рекламой при долевом строительстве сначала. И сначала в законе рекламе, когда уже было понятно, что из-за рекламы вот этих жилых зданий привлекается средство дольщиков, а потом здания не достраиваются, руководители строительных организаций просто пропадают с этими деньгами и потом достраивают государство и так далее. То есть, знают все эти случаи, не будем даваться в подробности. Поэтому сейчас этот запрет выглядит просто на запрет рекламы строительных зданий, вернее, жилых зданий, или строящегося жилья, которые не соответствуют проектной документации. И я так понимаю, что речь идет о, если уже здание построили, то пока его не приняли, пока госкомиссия не приняла его в эксплуатацию, реклама продажи квартир в этом здании запрещена. Ольга, у вас был вопрос по поводу строительства, лицензии. Ну, да, строительные организации должны получить лицензию, поэтому это тоже еще один из, одно из ограничений. Лицензируемая деятельность сопровождается, естественно, указанием номера и госоргана, который выдал лицензию. Если такой лицензии нет в наличии, поэтому лучше, конечно, себя обезопасить и дождаться получения этой лицензии. Электронное казино и интернет казино. Совсем недавно мы разбирались с ситуацией по рекламе всяких игорных заведений. Сейчас на законодательном уровне есть запрет только на рекламу электронного казино и интернет казино. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Я пересмотрела закон о рекламе, закон об игорном бизнесе. По сути дела запрета на рекламу обыкновенных казино букмекерских компаний есть ограничения по их нахождению от образовательных учреждений и так далее. Но есть запрет на рекламу электронного казино интернет казино, а вот на рекламу элементарных обычных казино запрета я не нашла. Но тем не менее они не часто рекламируются в СМИ и тут возникает еще вопрос они же ограничены территориально и по сути дела все знают где две этих территории в Казахстане находятся поэтому реклама вот каких-то исполнителей которые у них там дают концерты и так далее есть я ее вижу а вот реклама к сожалению как источник доходов для СМИ ну игорные заведения наверное их можно рассматривать но вот ограничения пока касаются только вот таких видов электронное казино интернет казино что еще здесь отметим религиозные организации духовные учебные заведения у вас был хороший вопрос по поводу почему учебные заведения другие запрет касается только рекламы религиозных организаций духовных учебных заведений размещают рекламу только с мая по август ну наверное да потому что они заинтересованы в увеличении абитуриентов я посмотрела закон об образовании закон о рекламе нет никаких ограничений которые бы касались запрета для образовательных учреждений имеющих лицензию размещать рекламу в какое-то другое время года кроме мая и августа я думаю это собственная их инициатива как только они набрали нужное количество абитуриентов студентов магистрантов они получают доходы от них и собственно говоря этим живут до следующего набора поэтому здесь ситуация такова полный запрет на рекламу товаров запрещенных производству и реализации на территории РК вот этот список я вам тоже дополнительно скину что еще товаров услуг не прошедших подтверждение соответствия да ну процедура подтверждения соответствия как и процедура лицензирования определенных видов деятельности я тоже вам скину дополнительно эти ссылки можете иногда их просматривать будут ли там какие-то изменения например список лицензированных видов деятельности он огромный и когда к вам приходит рекламодатель я даже затрудняюсь как ваши рекламные менеджеры те кто непосредственно работают с рекламодателями могут сразу по списку по этому бельщу найти и понять должны ли должна ли эта деятельность лицензироваться или нет но с другой стороны конечно я так понимаю что это зона ответственности рекламодателя то есть не столько даже в части рекламы сколько в части выполнения какой-то деятельности если она подвижит лицензированию это уже нарушение предпринимательского кодекса то он обязан получить лицензию безусловно только потом осуществлять свою деятельность давайте мы договоримся что вопросы мы будем отвечать на них чуть позже но Александр спасибо вам большое за вот ваш вопрос по поводу существенных условий финансового договора тоже постараемся ответить на него теперь что касается Оля вашего вопроса по поводу электронных сигарет да правильно я сказала пока нет запрета на рекламу этих гаджетов но вполне вероятно что те изменения о которых я говорила они собственно говоря тоже будут в скором времени приняты и тут могут быть уже изменения об этом вот прям чуть попозже если можно что за особые случаи о которых бы еще хотелось сказать и это уже не те случаи когда речь идет о запретах полных на рекламу а это те случаи когда реклама разрешена но всегда возникает очень и очень много вопросов по как должно выглядеть рекламное объявление что там указывать и так далее что это за особый случай первое и очень важное это реклама лекарств лекарств бадов медицинских услуг медицинских учреждений организации различных изделий медицинского назначения и так далее затем вот реклама служебного оружия военной техники продукции двойного назначения даже наверное мы не будем на ней подробно останавливаться потому что не так часто я вижу в СМИ рекламу она во первых разрешена только в специализированных зданиях на специальных выставках и мероприятиях поэтому не слишком актуальна эта тема не так актуальна по крайней мере как реклама лекарств медицинских услуг реклама финансовых услуг и так далее реклама лицензируемой деятельности вот тут да конечно это большой спектр рекламодателей которые деятельность которых лицензируется и здесь вот поговорим более подробно в том числе про рекламу финансовых услуг коллеги вопрос по знахаркам все будет предоставлен ответ не переживайте все вопросы сохранены социальная реклама сейчас по социальной рекламе не так много требований но их будет больше как только законопроект который сейчас находится в парламенте на рассмотрении будет принят и будет введен в действии тоже расскажу какие вакансии на рынке труда это очень такой особый случай и всегда у редакции СМИ рекламных менеджеров есть много вопросов по поводу объявлений о приеме на работу и так далее что значит дискриминация что значит недискриминация и по каким признакам ее можно различить и отделить дискриминацию от недискриминации и как всегда довольно много требований к СМИ при распространении рекламы больше всего от этого страдает телерадиокомпании к сожалению менее всего интернета печатные издания но вот этих требований опять же будет скоро больше если вот все поправки о которых мы тоже поговорим будут приняты поэтому вот начинаем подробненько рассматривать все эти случаи первое что я хочу сказать по рекламе лекарственных средств и рекламе БАДов есть два вида правил которые касаются рекламы вот этих товаров все что я обличислила лекарственные средства медтехника и так далее и так далее и БАДы это уже другая история и вот ссылки которые вы видите кому-то если мы коллеги при том что вы получите запись и презентацию мы еще вышлим вам все нормативные вот эти акты которые рекламируют которые регулируют рекламу определенных товаров услуг я уже сказала в начале что все требования в том числе к СМИ по рекламе разных видов товаров услуг раскиданы по разным законам безусловно есть закон о рекламе но все что касается рекламы лекарств и вообще здравоохранения аптек в том числе БАДы в том числе знахарок и народных целителей это не закон о рекламе это кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения и там прям есть отдельная статья 17 которая так и называется реклама в области здравоохранения вот это вот общие требования что не должны допускать при рекламе в СМИ если речь идет о рекламе вот всего что касается медицины и лекарств и БАДов и так далее и так далее то есть вот это общее требование которые нужно соблюдать понятно что иногда редакции СМИ сами готовят рекламные сюжеты и рекламные макеты но иногда рекламодатели сами их приносят и вы должны понимать что в некоторых случаях соответствие вот этих требований если что-то запрещается или не допускаются собственно говоря вы должны просто понимать что этого в рекламе быть не должно я отметила рекламу предложения о совершении незаконных сделок в отношении тканей части тканей органов человека это то что называется реклама донорства донорских органов все что касается донорства крови нет проблем с этим а что касается рекламы донорских органов тут вот есть интересные предстоят изменения по размещению вот этих объявлений и рекламы в том числе в соцсетях и в интернете вот чтобы вам коротко рассказать что указано вот в этих двух отдельных документов правила по рекламе БАДов и всех остальных лекарственных средств и так далее я подготовила такой слайд по рекламе лекарств все ясно они должны быть и БАДы тоже первые зарегистрированы и разрешены к применению на территории Казахстана потом что касается рекламы лекарственных средств по первому вот этому правилу должна быть предварительная оценка рекламы проведена это делает не рекламный отдел не рекламный менеджер не сам рекламодатель эту предварительную оценку рекламы ее делают экспертные организации которые есть в каждом регионе и их задача как раз посмотреть рекламные макеты которые собирается рекламодатель распространять в СМИ на предмет соответствия требованиям законодательства о рекламе и о здравоохранении системы здравоохранения к ним обращается к этим экспертным организациям обращается рекламодатель оплачивает им тоже сам поэтому это не ваша сфера деятельности вы должны от рекламодателя получить заключение вот этой экспертной организации она по специальной форме это по специальной форме делается и там должно быть написано что вот эти рекламные материалы которые вам приносит рекламодатель и хотел бы у вас разместить они соответствуют всем требованиям законодательства как правило через 20 дней такие заключения выдаются и все то есть вот здесь что касается это касается только рекламы лекарственных средств изделий медназначения и медтехники что касается рекламы БАДов реклама БАДов не требует предварительной оценки однако требуется чтобы эти БАДы тоже были зарегистрированы и тоже разрешены к применению на территории Казахстана во всех случаях в рекламе должно быть указано предупреждение о том что вот эта вот биологическая активная добавка к пище не является лекарственным средством и коллеги внимательно посмотрите вот эти правила мы их вам вышли там прям очень подробно указывается что еще не должно быть в тексте рекламы указано например о том что применение этих БАДов дает какие-то преимущества что кто-то из авторитетных деятелей медицины рекомендует их принять что какие-то заболевания будут вылечены очень важно что реклама вот в области здравоохранения не должна упоминать некоторых видов болезней они тоже есть вот в этих правилах это касается так называемых нескольких заболеваний в том числе ВИЧ СПИД и так далее и так далее то есть то что лечится особыми способами особыми препаратами и так далее есть особые требования к контексту рекламы при распространении на телевидении и в интернете это тоже есть вот в этих правилах о которых я говорила и что касается теперь традиционной медицины и народного целительства смотрите тут какая ситуация есть разница между традиционной медициной и народным целительством термина знахарки в кодексе о здравоохранении и системе здравоохранения нет но я предполагаю что знахарки гадалки может быть еще какие-то люди которые ну вот действительно объединены вот этим термином народное целительство бабушки которые заговаривают грыжу что еще ну вот вот все вот вот эти вот вся совокупность вот этих умельцев они объединены вот как раз термином целительство и народная медицина а это вот уже есть специальная статья в кодексе здравоохранения и системе здравоохранения и здоровья народа и в чем надо вот чувствовать и понимать разницу значит методы традиционной медицины вот я их вам все перечислила это мануальная терапия фитотерапия лечение там средствами природного происхождения гомеопатии и так далее то есть если к вам приходит какой-то с рекламой мануальный терапевт они как правило работают там в своих кабинетах их реклама достаточно чиста в СМИ и услуги очень популярны вы должны точно знать что это не народный целитель это как раз метод традиционной медицины и они должны получить специальную лицензию а чтобы получить специальную лицензию у них должно быть медицинское образование это требование которое очень четко прописано в законе в кодексе поэтому и сама реклама ваша рекламный макет он не требует предварительной оценки никакой экспертной организации но вы должны знать что все вот что перечислено по методам нетрадиционной медицины лицензируется деятельность и лица получают лицензию только те кто имеет медицинское образование что касается остальных ну даже не остальных а вот случаев со знахарками избавление от различных болезней и так далее вот тут уже никакой лицензии естественно не требуется никто от них медицинского образования не требует тоже мне кажется что да реклама такая есть и она несколько такая может казаться неэтичная или вот как раз пограничным случаем но возможно что вот сейчас разрабатывается проект нового кодекса системе здравоохранения здоровья народа возможно это тоже будет скорректировано единственное что пока есть в кодексе о системе о здоровье народа это то что проведение сеансов массового целительства в СМИ запрещено я посмеялась мне вспомнилось сразу сеансы там целительства по телевидению я поняла что это норма этот запрет как раз про это ну мне кажется что это сейчас не актуально совсем но надо разобраться вот вы правы абсолютно все кто пишет по поводу целительной целительности и так далее есть по моему требуется еще заключение ассоциации народных целителей я коллеге этот вопрос еще буду уточнять но что касается вот законодательных норм то тут вот так я вышлю вам дополнительно все правила по этому поводу и с тем чтобы вы пользовались непосредственно своей ежедневной деятельностью вот теперь что касается лицензируемой деятельности то тут конечно очень все достаточно много по объему этой деятельности и я понимаю менеджеров в рекламных отделах которые приходят к ним например кто-то с рекламой и отказаться невозможно и возникает вопрос ваша деятельность лицензируется или нет иногда рекламодатель даже может быть и не в курсе нужно ему получать лицензию или нет вот для того чтобы вы были в курсе я вам скинула вот эту ссылку это перечень разрешения первой категории именно лицензии он огромный он огромный и я думаю что вам нужно обращаться к нему в экстренных случаях когда вы не понимаете когда есть какой-то пограничный случай нужно ли иметь лицензию на эту деятельность или не нужно что касается самой рекламы в рекламе указывается номер лицензии на именование органа выдавшего лицензию как правило номер лицензии всегда сопряжен с датой выдачи лицензии это да насколько я понимаю это одно из самых популярных одна из самых популярных претензий при проведении мониторинга деятельности СМИ когда лицензируемая деятельность рекламируется без указания номера лицензии или не хватает наименования органа выдавшего лицензию или еще что-то происходит или наоборот есть наименование нет номера указывайте оба вот эти компоненты я думаю что все будет нормально социальная реклама пока в социальной рекламе все очень просто по действующему закону о рекламе объем не ограничен и не установлен никакой объем есть только ограничения по упоминанию о спонсоров на телевидении на радио это по 3 секунды о каждом и речь идет о том что в социальной рекламе не допускаются упоминания о конкретных марках моделях артикулов и так далее знаках обслуживания физических юридических лиц но однако есть исключения когда речь идет о госурганах когда речь идет например социальная реклама по уплате элементов понятно что там департамент исполнения судебных актов будет фигурировать как организация которая эту рекламу заказала и так далее лицах которые нуждаются в лечении и так далее то есть тут все нормально НПО допустимые и лица которые нуждаются в сборе денег на лечение тут нет никаких проблем как только законопроект который в рекламе будет в парламенте находится будет принят будет введен объем социальной рекламы 1% не менее 1% от общего объема обещания на телерадиоканалах в месяц и специальные интервалы предусмотрены в которых обязательно нужно размещать социальные ролики поэтому мы ожидаем принятия этого закона для того чтобы понять степень изменений возможно еще что-то изменится пока законопроект находится в парламенте на рассмотрение в Сенате в Можилисе и так далее будем контролировать ситуацию извещать об изменениях с этим нет никаких проблем теперь что касается вакансий на рынке труда ну вы наверное тоже если не все редакции СМИ то часто одна из не менее популярных претензий со стороны контролирующих органов в ходе мониторинга рекламной деятельности СМИ это объявление о приеме на работу дискриминационного характера это очень интересно это очень интересно потому что закон о СМИ причем не закон о рекламе закон о СМИ запрещает размещать информацию о вакансиях для приема на работу который содержит требования дискриминационного характера ну что такое дискриминация указано в трудовом кодексе вот все вот эти мотивы которые перечислены ниже на этом слайде они могут быть основаниями для дискриминационного подхода при приеме на работу это и происхождение и пол раса ну раса ладно не актуальна для нас я думаю пол однозначно возраст однозначно место жительства физические недостатки это касается людей с ограниченными возможностями такое тоже бывает принадлежности к общественным объединениям вопросы веры вот здесь нет но как правило отношение к религии вот вопрос веры как правило сейчас в последнее время можно встретить объявления о вакансиях которые вот можно отнести к дискриминационным по поводу религиозных убеждений и отправления религиозных обрядов поэтому здесь очень-очень осторожно и аккуратно здесь собственно говоря нет никаких требований по поводу лицензии нелицензии и так далее здесь вот только вы должны понимать что вот такие требования установлены это зона ответственности СМИ раз этот запрет установлен в законе о СМИ то естественно зона ответственности редакции СМИ это вот как раз наличие отсутствия вот этого дискриминационного подхода к объявлениях о вакансиях на рынке труда поэтому здесь крайне-крайне осторожно и аккуратно пожалуйста теперь к требованию вот по рекламе к СМИ я уже говорила о том что чаще всего и больше всего требований и ограничений по рекламе установлены для телерадиокомпаний к большому-большому сожалению их достаточно много и они касаются и телевидения и кабельного вещания и так далее в этом плане очень повезло печатным СМИ у них нет требования по языку им не нужно переводить объявления макеты рекламной на два языка на казахский и русский достаточно того что вся реклама если в свидетельстве постановки на учет указано язык издания русский или казахский реклама может соответствовать только русскому только русскому только этому языку или быть только на казахском да могут быть рекламодатели которые хотят рекламу на других языках но пожалуйста никто не против но обязательного требования по переводу рекламы по размещению роликов обязательно на казахском обязательно на русском такого для печатных СМИ нет как и это не предусмотрено для сетевых изданий для интернета в целом если ну вот мы говорим про казахский язык то язык рекламы на телевидении это да казахский русский тут без вариантов но еще при этом есть требования по суммарному объему рекламы на других языках на для телевидения в интервалах времени 6 часов с 0 часов местного времени есть некоторые я знаю сложности и проблемы у телерадиокомпаний которые получают претензии даже не претензии а уведомления о нарушении законодательства в том числе по языку рекламы от Министерства информации и коммуникации именно по нарушению вот этого хронометража но в разных ситуациях может быть разная ситуация разные подходы я знаю что хронометраж вручную считается может не совпадать в таких случаях мы всегда рекомендуем писать возражения Министерства информации и коммуникации на уведомления о нарушении законодательства по языку рекламы и добиваться пересмотра уведомления или анумия если вы считаете что вы правы сейчас закон позволяет это делать что еще тут интересно размер бегущей строки изменился недавно с начала этого года сейчас его размер не должен превышать 7,5% от площади кадра раньше было меньше звук рекламы не должен быть громче звукотранслируемой программы это всегда проблема для некоторых каналов и мы знаем как бы часто тоже есть претензии со стороны населения и со стороны Министерства информации и коммуникации по этому поводу это опять же все ограничения которые касаются телевидения к сожалению большого и довольно много ну и по объему рекламы на телерадиоканалах не специализированных вот тоже есть выше эти ограничения ну по кабельному вещанию печальная ситуация что им запретили распространять информацию при ретрансляции иностранных рекламы вернее при ретрансляции иностранных телерадиоканалов за исключением только рекламных иностранных телерадиоканалов то есть каналов которые специализируются на рекламе теперь возможные изменения и вот я говорила уже что по социальной рекламе может быть увеличение принят конкретный объем социальной рекламы от в расчете от общего объема вещания телерадиокомпании и установлены интервалы то есть чтобы социальная реклама не транслировалась только ночью например или там рано-рано утром когда ее никто не видит будут установлены требования по интервалам для социальной рекламы и это тоже будет соблюдаться ну в смысле будет контролироваться это соблюдение этого требования и может быть будут еще какие-то изменения поскольку законопроект из Сената перешел опять в мажилиз мы предполагаем что там могут быть какие-то новые поправки или какие-то новые изменения которые могут затронуть СМИ и рекламную деятельность в СМИ но и вот что могут еще запретить я уже сказала когда мы начинали вебинар что министерство здравоохранения готовит проект новый проект кодекса о здравоохранении о здоровье народа системы здравоохранения и вот четыре вещи которые могут быть запрещены они пока указаны только в концепции законопроекта я еще не видела сам проект нового кодекса пока непонятно как они будут реализованы посмотрим но вот что очень сильно тревожит тревожит что могут запретить рекламу вредных продуктов питания фастфуд и не только с высоким содержанием соли сахара трансжиров в дневное время для телевидения опять к сожалению опять для телевидения давайте обсудим пишите свои комментарии и свое мнение в чат что вы думаете по поводу вот таких возможных запретов потому что на мой взгляд список вредных продуктов может быть огромный и этот список может пополняться очень часто и кто его будет пополнять кто его будет определять что за эксперты будут вносить те или иные продукты в этот список непонятно и другой момент можно ли придумать еще что-то кроме запретов это всегда очень актуально потому что наверное можно как-то с рекламодателями которые рекламируют вот эти товары вредные продукты можно каким-то образом обязать их давать больше социальной рекламы маркировать свою продукцию нормальным образом проводить какое-то образование части питания для детей и так далее но вот всегда законодатели как мне кажется идут по дорожке запретов не знаю напишите свои пожалуйста мнения и комментарии по поводу возможного запрета рекламы вредных продуктов законопроект я так понимаю уже практически разработан скоро будет внесен мажорист поэтому это будет все очень печально конечно полный запрет рекламы табака где бы она не размещалась в том числе и в интернете ну на мой взгляд и так уже собственно говоря реклама табака но когда я прочитала дальше концепцию законопроекта я поняла что речь идет о запрете демонстрации табачных изделий и процессе потребления табака везде где только можно в фильмах в сериалах в сюжетах и так далее и так далее и так далее поэтому здесь тоже ждем законопроект чтобы понять насколько будет тяжела ситуация и что предстоит еще в СМИ в части вот запрещения ограничения рекламной деятельности и оказывается это вот видимо сильно распространено в социальных сетях в интернете объявления о продаже органов ну вот тоже планируют запретить вообще на мой взгляд самое проблематичное это первая часть для медиа для СМИ поэтому вот все остальное не знаю насколько это все насколько много нативной рекламы в отношении табачных изделий процесса потребления табака и все остальное но вот в отношении рекламы вредных продуктов и питания с высоким содержанием соли сахара и транжиров в дневное время это да это нужно будет конечно очень внимательно отсматривать все предложения Министерства правоохранения если они будут очень негативными и будут очень сильно влиять на рекламные доходы СМИ наверное нужно будет каким-то образом принимать участие в обсуждении этих поправок и в их принятии мы уже переходим к вопросам на ответы мои контакты все подзаконные акты все правила по рекламе мы вам тоже вышли дополнительно давайте теперь перейдем к вопросам я вот пока оставлю этот слайд вопросы начнем с конца с кальянами как ну никак запретов я пока не видела не вижу но если речь пойдет о запрете всего что касается курения заменителей табака и так далее по моим по моим ощущениям пока это вот все прослеживается это будет либо в том законопроекции который сейчас находится в парламенте либо в новом проекте кодекса о здоровье народа то как мне кажется как видно из концепции запретят все и гаджет вот эти электронные сигары и процесс потребления и кальян и так далее и так далее и так далее то есть реклама эти ограничения затронут скорее всего все что касается курения чего-либо и в какой-либо форме по моим ощущениям это вот таким образом предполагается сделать я начинаю читать вопросы спасибо дорогие коллеги за то что за то что активно проявляется интерес к этой теме по поводу знахарок я перешлю информацию по поводу вот этих рекламы вот этих объявлений которые касаются знахарок гадалок целителей и так далее но пока понятно что они не запрещены и имеют место быть в рекламе запрета пока на них нет защищают от заговора да это по поводу этого проблем что касается предсказаний и помощи в решении житейских проблем вы абсолютно правы говоря о том что можно изменить рекламный макет рекламное объявление так чтобы не было проблем с законодательством чтобы не возникали вот эти пограничные ситуации которые Министерство информации и коммуникации будет воспринимать как нарушение законодательства или общество будет воспринимать как нарушение законодательства поэтому можно от чего-то отказаться в рекламном макете и это не исключит заключение рекламного договора и оплату этой рекламы, безусловно, но зато вы будете избавлены от дальнейших проблем и как-то обезопасите себя и свою редакцию. Поэтому это хороший способ, да, то есть когда речь идет не о том, что знахарки, гадалки, народные целители избавляют от болезней, у них нет метапоразования, этого не требуется, да, но это может быть проблематично, а просто оставить действительно предсказания, помощь в решении житейских семейных проблем, ну, что-то типа аналога психолога, пожалуйста, без проблем. Теперь что касается, да, вот электронных сигарет, поэтому мысли о запрете электронных сигарет уже давно, не просто мысли, а уже, мне кажется, могут быть внесены вот в тот законопроект, который сейчас в парламенте находится, поэтому на самом деле или в новый кодекс, поэтому пока это не запрещено действительно, но все может измениться в ближайшее время, это так. Если это рекламировать как гаджет, реклама гаджетов, ну, совсем не запрещена, за исключением каких-то особенных, о которых, да, можно говорить, конечно, в рамках этого вебинара, но, собственно говоря, они касаются таких, ну, интимных сфер деятельности, жизни нашей, простите. Бывают случаи, когда в статьях клиенты сводят информацию о своем товаре на минимум и боятся нарушить закон о конкурентности, опасаясь и искать монопольные службы. Ну, в общем, да, закон о рекламе очень много пишет о том, какая реклама может быть признана заведомо ложной, недостоверной, неэтичной, ограничивающей конкуренцию и так далее. Речь об этом. Поэтому загляните в закон о рекламе, и вы с ужасом увидите, что ограничений по характеристикам рекламируемого товара, последствиям применения, использования, сравнения рекламы, мой товар лучше, чем чей-то еще, это все являются ненадлежащими методами рекламы. Это абсолютно точно, и действительно могут быть сложности, и даже эти сложности могут перерастать в судебное разбирательство. И да, комитет по регулированию естественных монополий защиты конкуренции действительно следит за конкурентной средой и за исполнением законодательства о конкуренции. Поэтому просто прочитайте один раз закон о рекламе, и есть несколько видов рекламы, которые являются ненадлежащей. И вы поймете, что, возможно, ваши клиенты правы, в том плане, что сравнение рекламы проходит по определенным правилам. Нельзя, например, говорить, что мой порошок будет лучше, чем порошок такой-то фирмы. Указания конкурирующих товаров тоже невозможны в рекламе. Поэтому здесь довольно много ограничений, но оно, наверное, имеет какую-то логику, какой-то смысл именно для потребителей. Да, почему мы не можем рекламировать строящуюся недвижимость, если строительство не началось? Клиенты говорят, что пока они не дадут разрешение, на строительство они не имеют права рекламироваться. Ну, не только даже, когда нет лицензии. Оно понятно, они даже строить не имеют права, пока не получат лицензию. Это так. А насчет рекламы самих жилых зданий, где, например, продаются квартиры, то вы сейчас, например, заметили, что уже, к сожалению, к счастью вернее, не такой ситуации, которая была в период расцвета долевого строительства, когда только выкопали фундамент, дали рекламу, деньги собрали и все. Да, чаще всего. Поэтому пока теперь дом не принят в эксплуатацию, или не прошла какая-то там очередная фаза строительства, реклама в СМИ не дается. Или дом закончен, строительство закончено, не подписан государственный акт о приеме в эксплуатацию. Тоже реклама невозможна. То есть тут вот, по-моему, это все очень очевидно и логично, в первую очередь, для потребителей. Прием металлолома, нужно ли нам указывать номер лицензии или не обязательно? У меня на одном из слайдов указаны виды лицензируемой деятельности. Нужно посмотреть. И давайте я сама это посмотрю. И вам потом, если вы отправите в чат электронный адрес, или мне напишите на адрес, который есть на последнем слайде, я вам просто посмотрю, есть ли в перечне видов деятельности и услуг, которые подлежат лицензированию, прием металлолома. И вы будете понимать, лицензируется эта деятельность или нет, и что нужно дальше делать. Это не проблема. Но спасибо за вопрос, это очень интересно. По поводу учебных заведений, я уже сказала, нет никакого запрета. Есть только запрет на рекламу духовных и религиозных образовательных учреждений. Это да, это есть. Есть ли какой-то коммерческий учебный центр, который рекламирует образование за рубежом, в частности, конкретно иностранный вуз. Обязан ли он при рекламе указывать лицензию? Вот это вот очень интересный вопрос. И он касается всего иностранного, что рекламируется у нас здесь. Например, клиники за рубежом, которые проводят какие-то операции, учебные заведения и так далее, и так далее. Нужны ли номера лицензии и так далее? Ну, собственно говоря, да, нужны. Но, насколько я поняла, рекламодатель, который обращается к вам, например, сама какая-то клиника или какое-то учреждение образования или иностранный вуз, они предоставят вам эту информацию. Сложнее всегда с посредниками, которые, например, как коммерческий учебный центр рекламируют образование за рубежом. Но здесь, мне кажется, можно выйти из ситуации, попросив данные о лицензии или о какой-то регистрации в государстве, где все вот это располагается, вуз, клиника и так далее, и так далее. Поэтому здесь достаточно, наверное, сделать этого. Но если сам рекламодатель, это сама зарубежная клиника, российская, например, или еще что-то, они укажут это в любом случае, безусловно. То есть нет никаких проблем с этим. При размещении рекламы, да, вот мы как раз говорили, достаточно ли только их лицензии? Ну да, достаточно пока, только достаточно, да. Эйван, финансово-инвестиционный проект? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. У меня нет на него конкретного ответа. Является ли это пирамидой или в понимании закона о рекламе, где есть указан запрет. Но этот запрет, наверное, касается не вот таких классических организаций сетевого маркетинга или как-то вот еще. Все мы понимаем, о чем идет речь. Речь идет просто вот о мошеннических схемах. Потому что, когда, например, в рекламе потребительские кооперативы говорят, вы можете получить квартиру за сколько-то там, за какие-то определенные вклады ежемесячные и какие-то очень маленькие суммы указываются, то мы понимаем, что это схемы нереальные. Поэтому я думаю, что нет, с Эйвом нет проблем, как нет со всеми, кто выбирает в качестве продвижения своей продукции просто вот эти классические схемы. Но речь немножечко о других вещах, когда, в том числе, некоммерческие организации или когда речь идет о каких-то, например, объявлениях о приобретении машин за какие-то маленькие деньги, о приобретении квартир на каких-то очень невероятных условиях. Вот тогда это, наверное, можно все идентифицировать. Конечно, нет никакой экспертной организации, которая бы проанализировала вот эту рекламу потребительского кооператива или, не знаю, еще какой-то организации, сказала, да, это предположительно может быть проблематично, и это точно пирамида. Такого нет. Это вы только можете определить, общаясь вот с рекламодателем и понимая и читая то, что они хотят рекламировать. Поэтому здесь, к сожалению, да, очень есть сложные пограничные случаи и, наверное, вот каждый случай надо рассматривать отдельно. Пищевые добавки. Давайте посмотрим по пищевым добавкам. Пищевые добавки, да, можно рекламировать. Я не знаю, как они... Возможно, есть какая-то проблематика с регистрацией лекарств в качестве пищевой добавки, но СМИ не должно это интересовать. Каким образом используют рекламодатели и регистрируют лекарства и БАДы. Возможно, это действительно дешевле, но это не проблема СМИ. Для СМИ нужно знать, для рекламных отделов, что при рекламе лекарства от рекламодателей они должны получить специальное заключение по специальной форме, где будет написано, что экспертная организация такая-то провела анализ, полный анализ соответствия рекламных макетов на предмет требований законодательства и все соответствует. Тогда вы совершенно спокойно просто публикуете рекламу или вы даете в эфир сюжет рекламный, не опасаясь каких-либо последствий. То есть у вас на руках это заключение, и экспертная организация в случае каких-то проблем несет ответственность, как и рекламодатель за соответствие требованиям и так далее. Ваша зона ответственности. Это только язык, время, ну и, собственно, указание вот этих вот требований по лицензированию и так далее, и так далее. То, что есть в законе о СМИ и в законе о рекламе, но только то, что касается вас как рекламного канала, как реклама распространителя. В некоторых случаях СМИ, действительно, это еще и реклама производителей. И тут, конечно, да, когда вы сами все готовите, а не вам приносит рекламодатель готовые макеты. Особенно, что касается рекламы БАДов, потому что реклама БАДов не требует никакого экспертного предварительного заключения, то вы опять же обращаетесь вот к этим двум правилам, о которых я говорила и к ссылке, на которые я давала, и смотрите, что в общем не должна содержать реклама вообще чего-либо медицинского. Там тоже нет ничего сложного. Нужно просто вывести для себя какой-то минимум этих требований. Например, нельзя указывать избавление от болезней. Нельзя давать мнение каких-то авторитетных специалистов или вообще каких-то специалистов, которые рекомендуют применять именно этот предмет. То есть там немного этих требований, но они все достаточно простые, применимы. Массажный кабинет. Нужна ли лицензия? Опять обращаемся к перечню видов услуг, которые требуют лицензии. Я тоже посмотрю Вера и тоже вышлю информацию об этом для того, чтобы вы знали, понимали. Вообще есть желание сделать какой-то справочник для редакции СМИ, для рекламных отделов, но очень много появляется новых видов товаров. Мы не успеваем за рынком товаров и услуг. Столько всего нового приходит в качестве рекламируемых товаров и всего остального, поэтому как можно предусмотреть все, я не знаю, но попробуем это сделать. По массажным услугам, да, сообщу, нужна ли лицензия или нет. Подают объявление о наборе студентов. Это тоже дискриминация. Ольга, вы вышлите, пожалуйста, прям текст объявления, как он выглядит для того, чтобы мы могли понять, есть ли тут какой-то признак дискриминации или нет. Давайте я на этот слайд, который касается вопросов дискриминации, места жительства возраста, отношения к велике убеждения. Но вот тут социального имущественного положения, ну, по поводу занятости нет. Студент, не студент, школьник, не школьник, ничего такого нет. Я не знаю, можно ли отнести такое объявление к дискриминационным. По-моему, нет. Однозначно нет, потому что все-таки дискриминация это вещи, которые касаются возраста, указания не старше 25 лет, например, только русские или только еще какой-то национальности, только определенной верой и убеждений и так далее, и так далее. Или место жительства, только имеющие регистрацию в Алма-Ате или только не имеющие регистрацию в Алма-Ате. Поэтому, на мой взгляд, если речь идет о наборе студентов, никакой дискриминации тут нет. Например, на период каникул, да? Почему бы нет? Все по вопросам. Давайте теперь я посмотрю в чате. Студентов можно расценить как социальное положение? Ну, возможно. Ну, не думаю, что это прям так. Социальное положение. Не думаю, что студент это какой-то социальный статус, и причем такое, что можно допустить дискриминацию. Социальное положение, как мне кажется, это, например, когда вы в объявлении укажете, не знаю, там, малоимущих, просьба не обращаться, или, ну, не сочтите за нарушение там законодательства, или мигрантов, например, да? Или, не знаю, еще кого-то из, кто может быть расценен, как действительно люди низкого социального положения и статуса, или другого какого-то. Поэтому здесь, мне кажется, в отношении студентов. Студентам не беспокоить, запрещено указывать. Студентам не беспокоить, это вакансия работе, Константин? Да. Хотя, казалось бы, да, что тут такого? Это интересно. Запретов и ограничений еще больше. Да, дискриминация в объявлениях о сдаче недвижимости. Это интересный вопрос. Запрет на дискриминацию касается не сдачи недвижимости. Обратите внимание, только приемы на работу. Поэтому, что касается сдачи недвижимости в аренду, это тут вряд ли будет расценено, как нарушение законодательства, если никаких изменений в ближайшее время не примут. А речь идет только о запрете, именно запрете рекламы в СМИ, именно про прием на работу. И сама проблема дискриминации на рынке труда, она чуть больше и детальнее расписана в Трудовом кодексе. Посмотрите, пожалуйста. Подработка для пенсионеров. Ну, да. А почему только для пенсионеров? Ну, наверное. Да, про рекламу финансовых услуг сейчас дойдем. Ну, давайте тогда про рекламу финансовых услуг. Это большая проблема на самом деле. Речь о финансовых институтах и так далее. Существенные условия договора в рекламе финансовых услуг должны быть, безусловно. Это тоже требование, одно из требований законодательства. Но, как правило, все стараются как-то так вот найти какие-то варианты, какие-то возможности, чтобы рекламодателя не потерять и не получить уведомления о нарушении законодательства. Поэтому всегда, когда речь идет о депозитах, о кредитах и о других финансовых услугах, это неизбежно указание финансовой ставки. Но сейчас я найду ваш вопрос, Александр. Или еще, если можно, в чат, пожалуйста, его. То есть, правильно ли я вас поняла, что речь идет о конкурирующих услугах по приему депозитов или по выдаче кредитов от разных банков. И что делать тогда с указанием, запрещая, запрещая, все, я нашла. Запрещается скрывать любое существенных условий договора, оговоренных в рекламе. То есть, обязательно ли, например, указывать процентную ставку? Да, 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 да. Да, это да. Есть еще другие требования по рекламе финансовых услуг. Я, наверное, их тоже оформлю в дополнительный документ. И вам тоже перешлю дополнительно, для того, чтобы вы ориентировались в своей деятельности на них. Так, какие еще вопросы? Коллеги, если что-то из вопросов я неправильно поняла или неправильно прокомментировала, у вас остались какие-то вопросы еще, давайте, у нас есть еще несколько минут. Мы поздно начали, поэтому несколько минут мы можем потратить на то, чтобы ответить. Продажа косметики, привезенная из Китая. Нужно ли требовать сертификат соответствия? Не сертификат на продажу, а сертификат соответствия, мне кажется, должен быть, да, безусловно. Да. Еще раз я напоминаю о возможных изменениях в ближайшее время. Поэтому, возможно, будем держать вас в курсе и будем надеяться на коллективную работу по поправкам, которые могут быть в ближайшее время по ограничению рекламы. И надеемся на то, что сертификат соответствия, Ольга, должен быть просто у рекламодателя. Если я сейчас вот несколько слайдов прокручу, просто запрещается реклама в СМИ товаров, которые не прошли в дуру соответствия, подтверждения соответствия. Поэтому я еще все перепроверю и вам тогда дополнительно тоже отправлю информацию по этому поводу. Может быть, есть где-то список, ну, я предполагаю, что он должен быть, список товаров-услуг, которые запрещены к производству и реализации на территории Казахстана, и вот товары-услуг, которые не прошли подтверждение. Возможно, есть реестр, и он, наверное, должен быть однозначно, товаров-услуг, которые прошли подтверждение. Возможно, реестр есть в каком-то таком доступном виде, и вы можете всегда проверить, там, косметика из Китая, она прошла подтверждение соответствия процедуру или не прошла. Я уточню этот вопрос, спасибо большое за вопрос, и я тогда дополнительно тоже, мне тоже интересно в этой ситуации разобраться, и тогда всем участникам мы дополнительно перешлем еще и эту информацию. Вам спасибо большое за интерес к этой теме. Давайте еще есть вопрос. После принятия закона о запрете рекламы, например, все статьи, которые были до этого, в инете удаляются? Нет. Если принимается какой-то запрет рекламы, он будет действовать с момента, когда этот закон будет введен, начнет действовать. После официальной публикации, через какое-то время и так далее. Я не думаю, что в этих поправках, где будет полный запрет на демонстрацию потребления, курения, и на рекламу электронных сигарет и так далее, и так далее, будут еще требования брать, удалить все статьи, всю рекламу, которые были опубликованы до этого. Не думаю, что такое возможно. Поэтому, мне кажется, это слишком было бы, на мой взгляд, потому что и так-то речь мы ведем о том, что впереди еще какие-то ограничения рекламной деятельности, при том, что никаких позитивных новостей в этом плане нет. Больше всегда ограничений, чем каких-то ослаблений рекламной деятельности. Про табак в интернете останется вся реклама. Тогда смысл запрета. Ну, Ольга, давайте посмотрим. Я жду тоже, когда будет опубликован проект нового кодекса. Я знаю уже по структуре, я вижу, что там есть прям целая статья, и может быть даже не одна, про профилактику ограничения табака кувения. Я думаю, что все будет в этой статье. И мы с вами посмотрим и поймем, что нам предстоит, и что мы можем сделать для того, чтобы предстоящие ограничения были как-то немножечко более позитивны для СМИ. Так что это все в ближайшее время будет, безусловно. Для тех участников, для редакции СМИ, с которыми мы работаем постоянно и всегда, я хочу немножко проанонсировать еще два вебинара, которые тоже хочу с вами провести. Первый вебинар по обзору и такому небольшому анализу судебной практики с участием журналистов и с участием редакции СМИ, когда чаще всего редакции СМИ и журналисты являются ответчиками по каким-то искам. И сейчас есть не очень хорошие тенденции. Они касаются использования и материалов, которые вы получаете от читателей, в том числе по мессенджерам, или берете информацию из социальных сетей и так далее. Мы сейчас проанализировали вот тут судебные процессы некоторые и продолжаем это делать. Поэтому вот такой вебинар мы проведем где-то в конце ноября, наверное. Можете тоже какие-то вопросы готовить и присылать. Но мы будем рады видеть вас в качестве участников. Второй вебинар, вы знаете, коллеги, наверное, что в июле был опубликован уже в официальной печати закон, который касается тоже СМИ, закон о защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию. Он опубликован был в начале июля, но он вводится в действие через 6 месяцев после официальной публикации. И сейчас как раз готовятся подзаконные акты, которые касаются будет СМИ, и вопросов проведения классификации и маркировки информационной продукции. Безусловно, это будут делать сами редакции без привлечения каких-то экспертных организаций и так далее. Но там есть несколько нюансов. И вот этот вебинар мы проведем где-то в декабре, перед тем, как этот закон начнет действовать, уже с учетом всех подзаконных актов, которые будут приняты, для того, чтобы вы понимали, что вам нужно делать и как нужно делать в тот момент, когда закон начнет действовать. Будем вам очень признательны, если вы примете участие в этих важных двух вебинарах, потому что речь пойдет в первом случае о тенденциях судебных разбирательств, а во втором о новом законе, который касается опять СМИ, и опять есть некоторые действия, которые должны редакции СМИ предпринять для выполнения вот этих требований законодательства. Ничего сложного там нет, это не требует каких-то дополнительных затрат финансовых, но надо приложить некоторые усилия для того, чтобы выполнить вот эти требования закона. По поводу аббревиатуры Филиппа Морриса, это то есть в рекламе, сейчас я найду его, я вижу дважды вопрос, Оль, что у вас был вопрос по рекламе аббревиатуры Филиппа Морриса, но я не вижу сам вопрос. А, все, в тексте нет рекламы Филиппа Морриса, но в речи персонажа рекламы один раз произносится аббревиатура. Ну, если вот мы на этот слайд посмотрим, то мы увидим, что фирменные номинования, товарные знаки, их реклама, прямо и косвенно, которая предлагает алкогольную продукцию, табачные изделия запрещены. Поэтому здесь, конечно, по вопросам несложно сориентироваться, и в каком это контексте и так далее, и так далее. Речь идет о рекламном ролике, вы можете это указать. Если речь идет о рекламном ролике, то, наверное, это может быть проблематично. Если речь идет пока о какой-то другой, не знаю, там, аудиовизуальной продукции, то пока здесь, в общем, каких-то вот таких ограничений нет, но возможно, что в скором времени будут, поэтому тоже будем эту ситуацию контролировать. Да, насчет алкопроизводителей и регистрации воды, это же очень древний рекламный трюк. Воду можно рекламировать, безусловно, но вы рекламируете только воду, без фирменного наивнования, производителя, без товарного знака. Естественно, конечно, да. А саму воду, да, без проблем, почему нет? Сейчас все так и делают. Какие еще вопросы, коллеги? Если вопросов нет, и если у вас есть еще какие-то, есть вопрос по законной рекламе, еще не подписан, когда подпишут, он еще даже не принят. Его принял мажорист во втором чтении, направил в Сенат. Сенат вернул его в мажорист буквально 28 или 26 октября. Поэтому ждем, пока не принят, пока не подписан. Как будет подписан, сразу вам сообщим. Все. Коллеги, мой адрес указан на последнем слайде. Вот он. Есть еще вопрос насчет рекламы пива безалкогольного. Но я думаю, что этот тоже вопрос уже много-много-много раз обсуждается во всех редакциях СМИ и все остальное. Слово пиво не используйте, заменяйте. Хорошо? Ну вот и все. Тут совет очень простой. Синонимов можно очень много предложить. И все этими синонимами пользуются, как только в общем. В общем, я думаю, для рекламных отделов СМИ найти какие-то синонимичные заменители, это совсем не является проблемой. Ну и, конечно, общий совет не используйте кружки, бутылки и так далее, и так далее. В общем, на все, что рекламодатели устроят. Мы тоже понимаем рекламодателей, которым неинтересно рекламировать то, что аудитория может не понять, как рекламируемый товар. Но идет вопрос о вашей безопасности, поэтому крайне-крайне осторожно с рекламой тех товаров, которые запрещены или которые являются пограничными случаями, которые могут быть расценены как нарушение законодательства о рекламе и о СМИ. Я уже говорила о том, что зона ответственности редакции СМИ по рекламе, она достаточно ощутимая. Конечно, не в полном аспекте, как там несет рекламодатель, например, за содержание рекламы, за соответствие требованиям, за наличие лицензии, за наличие сертификата соответствия, подтверждения и так далее. Но тоже прилично много требований, и ответственность тоже довольно неслабая административная, но тем не менее. Поэтому крайне-крайне коллеги, аккуратно. Если возникают какие-то проблемы, вы всегда можете обращаться к нам или в любое-другое НПО, которое занимается вопросами медиа. Будем рады вам помочь. И, пожалуйста, если... И спасибо вам большое за участие. И, пожалуйста, давайте вместе объединимся, когда речь пойдет об ограничениях, которые касаются рекламной деятельности СМИ, потому что, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы рекламные доходы у СМИ увеличивались, а не снижались за счет дополнительных ограничений по рекламе. Их и так довольно много. Поэтому вот какие-то следующие ограничения мы будем понимать, что они, конечно, очень-очень будут негативно отражаться на деятельности, на рекламных доходах СМИ. А мы хотим, чтобы вы были финансово устойчивы, чтобы вы развивались, чтобы вы производили хороший контент для аудитории. Поэтому очень сильно в этом заинтересованы. Коллеги, я забыла предупредить. Для тех, кто еще остался, не отключился от нас, в нашем вебинаре, спасибо большое, Жакен Макожан, принимал участие представитель Центра анализа информации, Министерства информации и коммуникации, которые как раз проводят мониторинг информационного пространства и выявляют вот эти нарушения требований законодательства, которые СМИ допускают. И ваш вопрос, ваш комментарий, спасибо большое, говорит о том, что многие представители телеканалов интересуются, как отличить рекламу от телеторговли или как отличить программу от телеторговли. Да, думаю, для СМИ было бы полезно получить какие-либо разъяснения по этому поводу. Хорошо, спасибо большое. Мы тогда уже дополнительно разъясним, что есть ограничения по объему телеторговли для каналов, которые не специализируются на рекламе. И есть несколько других аспектов, которые в законе, к сожалению, о рекламе в качестве подделения телеторговли не прописаны, но я думаю, что мы их можем использовать для того, чтобы для применения в СМИ, для того, чтобы как раз отличить остальные виды рекламы от телеторговли. Хотя это один из способов продвижения товаров, как и реклама, безусловно, тоже. То есть тут нет никаких сомнений по поводу того, что это тоже реклама, просто особый вид рекламы, скажем так, продвижения товаров. Спасибо большое. Я это дополнительно тогда оформлю и разошлю участникам вебинара. Есть ли у вас еще с вашей стороны какие-то комментарии по поводу ситуации с соблюдением рекламного законодательства редакциями СМИ? Я думаю, что вы очень оперативно всегда отслеживаете и выявляете такие нарушения, но мы со своей стороны тоже всегда консультируем СМИ и редакции для того, чтобы таких нарушений было меньше и для того, чтобы дело не доходило до административных правонарушений и так далее, и так далее. Мы все в этом заинтересованы, чтобы СМИ зарабатывали на рекламе, а не допускали нарушения законодательства рекламе. Спасибо. Если есть еще какие-то вопросы, предложения, комментарии, пожалуйста, присылайте. Будем рады ответить. Я, мы тогда... Да, Константин, хороший вопрос о пабликах и блогерах. Да. Вопрос Константина касался рекламы, соблюдения требований законодательства о рекламе в интернете. И действительно есть ситуация, когда требования рекламного законодательства там не соблюдаются, рекламируются запрещенные товары и так далее, и так далее. Насколько я знаю, мы и вы направляли тоже запрос в Министерство информации и коммуникации по поводу многочисленных нарушений и отсутствия реакции и понимания того, должны ли они соблюдать. Но все, что касается запретов на рекламу, касается и социальных сетей, и интернета в том числе. И я предполагаю, что этот вопрос будет отдельно рассматриваться в этих новых законопроектах. В частности, одна из причин, почему Сенат вернул законопроект Мажелис, возможно, как раз в том, чтобы урегулировать вопросы размещения рекламы в интернете, в том числе по некоторым аспектам. И, возможно, этот вопрос получит законодательное регулирование в ближайшее время. Поэтому здесь пока так. Возможно, сложно найти людей, хотя все, что касается интернета и администраторов, пабликов, блогеров, не является проблемой, в том числе и для правоохранительных органов. Найти, установить и место жительства, и адрес, фамилию и так далее. Вопрос просто, что, наверное, пока сама тема нарушения требований, законодательства и так далее, реклама каких-то запрещенных товаров, услуг, именно вот в этих пабликах и блогах и так далее, она не то чтобы не приоритетна, но, наверное, находится там не в первых числах приоритетных вопросов, которые как раз касаются регулирования интернет-сетей, социальных сетей и так далее. Я думаю, так, поэтому нам сложно сейчас пока решить вот эту вашу проблему и призвать их к ответственности. Но поскольку вот у нас Центр анализа информации, я думаю, нас слышит, возможно, что это тоже зона их интереса, отслеживание нарушения рекламного законодательства в интернете и блогах, они в любом случае занимаются мониторингом интернет-пространства, интернет-ресурсов и так далее. Поэтому, да, я думаю, что вполне возможно, что и эта проблема получит какое-то разрешение в ближайшее время. Да, давайте так и сделаем. Давайте соберем скрины подобной рекламы, отправим в Министерство информации и коммуникаций и будем надеяться на рассмотрение вот всех этих проблем и на принятие мер установления людей конкретных и на установление каких-то мер ответственности для них, привлечения их к ответственности за нарушение рекламного законодательства Республик Казахстан. И, возможно, будут в законопроектах введены уже какие-то ограничения и требования по рекламе в интернет-пространстве, потому что сейчас интернет, за исключением сетевых изданий, и сайтов СМИ очень слабо регулируется в фокусе рекламной деятельности. Это вот безусловно так. Поэтому, да, здесь, в общем, большой спектр для возможностей. А если посмотреть, например, на уровни на рекламные бюджеты, то уже догоняет интернет традиционные каналы рекламы, телевидение и так далее, и так далее. Учитывая, как много и как объемно регламентируется реклама в телерадиовещании, и насколько она совсем практически не регулируется в интернете, и насколько пока механизмы выявления вот этих нарушений и привлечения людей к ответственности слабо работают, я думаю, что да, в этом есть проблема. Поэтому, да, нам нужно не только бороться за то, чтобы не было дополнительных ограничений и запретов в отношении рекламы СМИ, но и за то, чтобы реклама в интернете регулировалась либо на таком же уровне, как традиционные каналы, как СМИ, как телевидение, в частности, и люди, которые допускают нарушения, привлекались к ответственности. Это однозначно. Спасибо большое, коллеги. Все вопросы, если нужна какое-то коллективное действие, обращение в госорганы, в правоохранительные органы, мы готовы вам помочь. Обращайтесь, пожалуйста, по адресу, который я вам указала, и будем рады дальнейшему сотрудничеству. Все возможные проблемы, которые возникают в рекламной деятельности, обращайтесь оперативно и всегда расценивайте возможности нахождения каких-то допустимых способов рекламирования, потому что мы никогда не говорим редакциям СМИ в исключительных случаях, что они не могут рекламировать то-то и то-то и то-то. Всегда можно найти способ и возможность договориться с рекламодателем, предложить какой-то метод и разумное решение, компромисс для того, чтобы с одной стороны не нарушить законодательство о рекламе, и с другой стороны не упустить рекламные доходы и рекламные договоры и рекламодателя. Поэтому все настроено на это и не стоит вопрос о том, чтобы были позитивные изменения и что-то запрещенное разрешили рекламировать. Уже вопрос стоит о том, чтобы не были введены дополнительные и существенные ограничения в рекламной деятельности, которые могут сильно и негативно повлиять на рекламные доходы СМИ. Об этом речь. Спасибо всем большое, коллеги. Хорошего вечера, предстоящих выходных дней и удачи и хороших рекламодателей, долговременных рекламных доходов, контрактов и устойчивости вашим редакциям и поменьше проблем, в том числе правовых, связанных с рекламной деятельностью и других тоже. Спасибо. До свидания. Была очень рада вас всех увидеть. Всего хорошего.